Вот есть это АОЗТ, Российская Федерация. Каковы здесь правила внутренней игры? Ты, допустим, миллионер, состоятельный человек. Значит, ты должен нести наверх, идти договариваться, включаться в систему. Или можно получить западное гражданство и заявить, все, я человек свободного мира, и я буду работать по мировым стандартам у вас здесь. На самом деле, основной принцип этого АОЗТ или ООО России, который сегодня возглавляет Путин, потому что реально страной управляется не как государством, у которого есть свои долгосрочные интересы, а как именно корпорацией. В которой есть акционеры, причем есть как бы еще виповские акционеры, интересы которых обслуживаются в первую очередь. Все социальные расходы являются именно расходами, и это убытки корпораций. Поэтому надо соглашаться с убытками, поскольку они необходимы для продолжения бизнеса. Но главный лозунг – это национализировать расходы и приватизировать доходы. Так, как живет эта корпорация, и что позволяет ей богатеть неслыханными в мировой истории темпами. И естественно, что вертикаль власти работает как пылесос, который высасывает деньги снизу вверх. Деньги не могут идти сверху вниз. Любая попытка начать так называемые национальные проекты наталкивается на стену чиновничьего воровства. Потому что совершенно очевидно, что любые средства, которые появляются в этой системе, они рассматриваются конкретным чиновникам как способ личного обогащения. Поэтому деньги, естественно, начинают распыляться, исчезать, и до конечного потребителя практически не доходят. Но введение, скажем, бизнеса в стране, попытка зафиксировать какие-то свои положения или привилегии, является достаточно материалом, емким процессом. Потому что сегодня вышестоящий чиновник, начальник, он, естественно, может нанести такой ущерб любому бизнесу. В данном случае, если это Путин, то это ЮКОСу. Если это губернатор, то какому-то местному бизнесу. А если это мэр города, то у него тоже будет какая-то возможность всегда. Так вот, на каждом уровне требуется делиться. Но это на самом деле не те деньги, которые видим мы с вами. Это не те деньги, которые идут в казну. Это не налоги. Это скрытая форма коррупционного налогообложения. И сегодня можно предположить, что деньги, которые присутствуют вот в этом обороте, в этом обороте, они значительно превосходят, значительно превосходят все то, что в итоге как-то материализуется в виде социальных выплат. Можно, например, такой пример привести, если взять Газпром опять. То корпорация, о которой много говорят, она там самая успешная. Хотя успешность этой корпорации ставится под сомнение тем простым фактом, что сегодня-сегодня вот этот Газпром сверхмагучий добывает газа меньше, чем добывал Газпром в Советском Союзе. Тем не менее. Как бы вот есть факт такой, что все-таки газа в Советском Союзе добывалось больше, чем добывает монополист, который сегодня входит в списки крупнейших компаний мира. А Газпром якобы, например, поддерживает российского потребителя, снижая цены. Мы знаем, что цены в России сегодня на газ, они ниже мировых. Но если посмотреть внимательно на эту структуру, вот этих цен, то выясняется, что вот в этом снижении цены исчезает примерно 30 миллиардов долларов. Из них меньше 5 миллиардов, это та дотация, которая идет к индивидуальным потребителям. То есть это фактически дотации российским гражданам. 25 миллиардов из этой суммы – это ежегодная дотация олигархам, потому что на самом деле основными потребителями газа являются крупные компании, которые производят что-то и потом продают. То есть фактически под опять предмогом поддержки отечественного потребителя и помощи российским гражданам реализуется гигантская коррупционная схема. Одна из многих. Но только через «Газпром» 25 миллиардов долларов уходят в виде скрытых дотаций, а по-настоящему просто воровства, в карманы олигархов. Как раз это та часть денег, которая в итоге появляется на Западе, появляется в других странах в виде инвестиций, в виде вложений тех людей, которые стали частью этой гигантской коррупционной схемы. Ну, я, честно говоря, не вижу никаких проблем с тем, что в стране есть богатые люди, есть олигархи. Мы в 90-х годах начали движение к рынку, мы хотели, чтобы в стране появились богатые люди, чтобы в стране появились очень богатые люди. Не вижу, почему здесь все-таки Гарри очень сильно так возмущается. Причина проста. Богатые люди – это неплохо, богатые люди – это хорошо, им надо гордиться. Они двигают страну вперед, создают тот самый ВВП, рабочие места, но только те богатые люди, которые заработали что-то своим трудом. Создали корпорацию, написали какие-то программы, создали автомобили, новые технологии. А вот друзья президента, которые, пользуясь тем, что они с ним знакомы, сели на нефтяную трубу и стригут свою комиссию – это перекладывание из кармана в карман. Если не сказать больше, что вообще-то это воровство. И нас заставляют гордиться не богатыми людьми, которые что-то создали, а теми, которые олигархи, которые друзья президента. Гарри сказал про 25 миллиардов, которые «Газпром» широкой рукой ударит. 25 миллиардов – это еще скромно, потому что это цифры за прошлый год. По этому году, если посчитать, это 44 миллиарда долларов. А если посчитать, сколько недополучает государство от экспорта газа, то, что где-то растворяется внутри «Газпрома» и не попадает в бюджет – это 22 миллиарда долларов. А если посмотреть на добычу нефти, ведь цифры, они очень просты. Страна добывает 480 миллионов тонн нефти ежегодно. Вся эта нефть продается. Ничто никуда не пропадает. Умножьте, сколько дополнительных доходов получается. Нет, не вообще доходов от нефти, а дополнительных. Сверх того, что было когда-то – 25 долларов, что окупало всю добычу. Дополнительно получается за 2007 год 160 миллиардов долларов. Из этих 160 миллиардов в бюджет доходит только 94. 66 миллиардов где-то теряется по дороге среди друзей и знакомых президента. Если сложить все эти суммы, мы получаем 132 миллиарда долларов. Это деньги, которые не доходят до бюджета, а остаются в карманах тех, кто каким-то образом припал к существующей власти. 132 миллиарда. Вся расходная часть бюджета – 223 миллиарда долларов. А 132 воруется. Конечно. Как и в любом преступлении, ищи кому выгодное. Да, конечно. Когда такие деньги текут в карманы олигархов, они будут с телевидения рассказывать всей стране, какие они замечательные. Они будут ратовать за стабильность. Они будут говорить о том, что ничего не надо менять. И что главное – оставьте все как есть. Читайте за этим. Не мешайте нам воровать. Вы знаете, что все, что связано с нашей обороной, расходы на оборону – это 30 миллиардов долларов. Расходы на медицину, на спорт – это 8 миллиардов долларов. Все, что связано с расходами на образование, это школы, высшие учебные заведения – это 11 миллиардов долларов. Вы сравните масштабы этих величин. Сколько воруется и сколько отдается нам, населению. И при этом еще говорится, смотрите, мы подвиг совершаем. Смотрите, мы сколько денег обеспечили для того, чтобы вы лучше жили. Согласен. Но я не хочу сказать, что то, что огромное достояние народа разворовывается – это хорошо. Но, скажем так, нельзя сводить такие действительно серьезные вопросы вот к таким, ну, по сути своей, вот такой упрощенной арифметикой, как мне кажется. Какая-то упрощенная. Своровали столько-то и упрощенного. Что значит своровали? Дело в том, что то, что у тебя сейчас сидит в голове – это именно то, что пытаются донести с телевизора. Когда вор своровал и хочет, чтобы его не поймали, он начинает путать. Он начинает выдумывать кучу разных доводов. Почему? А как? А что, были какие-то резоны? И человек уже не в состоянии разобраться. У него каша в голове. Хотя, правда, она проста до крайности. Больше, чем бюджет собирает, воруется у того же государства. А беда, она, к сожалению, в том, что они не злые. Ни Путин, ни окружение, они не злые. Это не вот этот вот человек, который сидит и хочет, чтобы всем в стране было плохо. Они искренне хотят, чтобы всем было хорошо. Чтобы зарплаты у бюджетников были высокие. Чтобы школы были хорошо оснащены. Чтобы милиция была у нас замечательная. Они это очень хотят. Но при этом они еще и хотят, чтобы друзья-олигархи зарабатывали денежку. Они хотят, чтобы Россию уважали. Все желания одновременно не получаются. Потому что они же хотят как? Чтобы их никто не критиковал. Чтобы, если они где-то там ошибочку допустят, или вообще дураки по жизни. Чтобы никто об этом не говорил. Это гораздо удобнее. Вот когда все вместе соберешь, чтобы дурака никто дураком не назвал. Чтобы ему воровать не мешали. И чтобы при этом население хорошо жило и страной гордилось. Выбирать надо что-то одно. Либо будущее страны, либо... Потому что на все денег не хватит. Даже таких больших, как в России. Правильно ли я понимаю, что 30 миллиардов долларов это стоимость того газа, который внутри нашей страны продается по заниженным ценам. Это не стоимость того газа. Это разница в цене. Между той ценой, которую мы платим за газ, и сколько реально этот газ стоит. То есть так некая дотация, которая государство позволяет получить нашей промышленности. Но только из них 5 миллиардов то, что дотацию получает население. А остальное получает даже не сама промышленность, а олигарх. Продолжение следует...